От чего упал сатана? Престол вознесу высший небес. Висали. Вы на Краснодарское любимое место было. Как высоко ты вознесся, Дениса, Сын Зарис. Угодить никому невозможно. А если бы мы людям угождали, то не были бы арабами крестовыми. Людям не надо отдать, конечно. Ну вот, слава Богу, только Новый Завет, если всем раздавать, надо, чтобы училище по православному, чтобы училище. Если вам нужны, вот у нас сейчас с тобой материал такой, Евангелие Айянна и послание к кремлинам. Толкование? Нет, чистое, не без толкования. А, чтобы давать? Давать людям. Вот мы до этого, в прошлом году, мы проехали 240 городов и сел. Начиная от Москвы до Владивостока. Может, там они нужнее. Мы пораздавали. Но вы имеете в виду, что мы в данный момент имеем это дать. Хотя, может, люди в жизни не видят. У нас тут просто раздавали, мы даже раздавали, Новый Завет. Такие красные нам доставались. Какой-то благодетель, знаете, на всю церковь. В Красный Новый Завет и толстый, мягкий перекрыт. Помнишь, всем раздавали бесплатно. Потом батюшки стали их продавать. Хотя он говорил, жертвовал епархиям, на всей епархии жертвовал, чтобы раздавали, не продавали. Батюшки начали продавать. Раздавали баптисты. Раза четыре по всему городу. Пятидесятники. Исход раздавал. Иван Гретана исход тоже в прошлом году пораздал. То есть весь город насыщен. У каждого хоть где-то в углу пыльный лежит Новый Завет. Вот проповедников нет. Нужен метод проповеди. А вот вы, наверное, куда едете? Потому что я иногда общаюсь с харизматами. А вы сейчас с ребятами вашим приходил вам, Павел Николаевич? А кто приходил? Да здесь знакомые, друзья. Не православные, да? Ну, они православные, но такие. А, маловерно. Теплохладные. В общем, что что, Господи помилуй, с харизматов слово жизни какое-то шведское, Ульфэтмон там. Они были в севере где-то. Мы там были, спросили. Ну, у вас есть там батюшки есть? Нет. Ну, баптисты, пятьдесят, нет. Нет. Ну, какие-нибудь сектанты, какая-нибудь вера. Ничего. Библия? Ничего нет. То есть лучше вам вести тем, у кого это даже ничего нет. У нас город насыщают, вбрасывают регулярно какие-то. А сейчас некоторые, вот один обратился, бывший пастор пятидесятнический, его община как бы не выдержал, он грубо с ними поступал. Он один остался, стал к нам в храм ходить. Ну, Олег Стеняев с ним побеседовал, когда у нас тут был один раз, и сказал, не надо им чина присоединения, не надо. Не знаю почему. Может, что-то вот так под это, что вот они сидят, мессия, отец говорит, вот Христофорович говорит, что он православный, истинно, ему все, чин присоединения не надо. И Олег Стеняев, батюшка, сказал, да, не надо им чина присоединения. А все-таки, может, надо, да? Ну, тут я конкретно слушать, подробности не знаю, но отец Олег Стеняев беседует лучше всех. Он приводит точные места писания. Я говорю, потому что я 50 лет миссионер, и поэтому у меня стаж такой громадный просто. И когда его, у меня многие выступления вот здесь, у него лучше, чем, говорю, Босиков, даже сравнивать не приходится, лучше Кураева, у него точнее все это идет. Ну, вот как беседа по храму, прогулка по храму Данила Сысоя, тут я не согласен. Почему? Потому что не это главное. Я вот сидя в священнике, я их спрашиваю, скажите, батюшка, вы сами себя думаете, вы православный? А какой же я? Крест вот на мне. Ну, тогда скажи, что самое ценное в православии? Чего нет у других? Истинное познание Бога. Анастасия Синаид, преподобная. Я говорю, скажите, сидят в священнике, бывают и песни, которые приходят беседовать. Они мне могут сказать. Я говорю, вы не можете своим людям сказать, за что главное нам уцепиться, держаться, и на чем всех сектантов можем побороть. Ну, у меня приходят, я знаю, когда беседуете, в какой момент, в какое местописание закрытили. Я не знаю, на сегодняшний день было, один раз выступал я, в общем, 450 вописцев, все встали и сказали, мы готовы сегодня прийти в православие. Это Бог делает, человеку это невозможно. Я говорю, самое ценное, что у нас есть, у него сектанта нет, это рукоположенное пастырство, священство. Как вы даже не берите себя. Вот, самое главное. И второе, то, соборное толкование святых отцов. Все, все остальное сектанты нас превышают и у них лучше. Никакие иконы не навязывайте, забудьте о мощах. Вы дайте им понятие о церкви, у них никакого понятия нет о церкви. И когда это им даешь, они сразу останавливаются здесь, иммунду. Это надо, согласно Слову Божию, доказать. Вот это тысячелетнее царство, хелязь, мы как-то в Новосибирске беседовали, там баптисты зарегистрированные были. Ну, они любят, чтобы никаких бумажек не было, никаких там святых отцов, только по Библии. Мы соглашаемся. И вот они по Библии начинают, оно приводит 8 мест Писания. Я, как сейчас помню, я привел 72 места, цитирую на память. Я просто знаю Библию на разных языках и для них это было, конечно, откровением. И которые приняли, бывает так, прям тут же сразу от них отходят. Старший писатель один пришел, это у них в роли епископа был, священник, все стали православными священниками. Тысячелет Царства идет или нет? Оно не будет, оно идет, оно началось на Голготе. Оно на Голготе началось. Тысячелет полнота времен. Да. Это время Ивангельской проповеди. Вот Христос на кресте убирает, там коронный стих это Евреям 2.14. Как дети причастны плоти и крови, ты Он воспринял оное, дабы смерти своей лишить силы, имеющей державы смерти, то и сделал. И Он решил на кресте. Я вас прошу, скажите, Христос настоящий был? Ну да. А миссия его была выполнена? Да. Евангелие в первом послании Иоанна 3.8 говорит, для того появился Сын Божий, чтобы разрушить дьявола. Разрушил или нет? А где? Когда был связан? Да когда был связан? Лишить силы, имеющей державу смерти. Мы дальше его вводим. Матфея 19 главу. Так, для того, нельзя расцветить, пока прежде сильно не свяжут его. Так, связан или нет? Был приисподних местах? Связан. А как же нас учат? Никакого тысячелетия. За три с половиной года кончается время Ивангельской проповеди и всеобщее воскресенье. Они так, что за тысячелет праздники воскреснут, они счастливые лежат, а Господь говорит, наоборот, свяжите, сначала плевелы, а потом пшеницу, старцы, то есть кверх ногами. И для них это, ну они любят Слово Божие. И когда заканчивается, иной раз бывает до утра, как отец Геннадия тот паст. Так что же, получается, за три с половиной года до окончания проповеди Евангелия или после окончания проповеди Евангелия? Нет, вот Христос, ну я показываю, это прямая черта, вот это вот Голгофа. Христос здесь воскрес, ну это одновременно событие вознесся, вот здесь склон сатана. И вот это вот вознесение церкви, здесь воскресение мертвых, все одно, здесь страшный суд, здесь кончинное время, часы остановились. Но за три с половиной года время Антихриста. Это конец евангельской проповеди. Тысячелетнее царство. Оно закончится за три с половиной года. Вот и все. Больше ничего нету. Прямая линия, никаких десять воскресеньев. Вот оно где. А потом, после трех с половиной лет, все общее воскресенье. Все, все общее воскресенье. А одновременно. А почему? Да очень просто. Говорит, привел и пшеница оставьте, расъеду, жатую, 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 кольчина века. Знаете, вот эта вот неискренность, вот я, допустим, встречаюсь где-то, ну, Благовещенск. Батюшка, батюшка, вот мы только ехали, приехали, состояние церкви ужасное. Просто ужасное. Духовное развалено. Да вы что? Столько храмов, монастырей. Я говорю, духовное развалено. Развалено, это осветство, это Хиросима. Да не может быть. Я говорю, в церковной хронике говорит патриарх, святейший Кирилл. Кирилл, да поступай, если, наверное, тогда, наверное, так и есть. Я ему говорю, он ноль не Наня, а спорит. Но когда сказал, что вот патриарх, тогда так и есть. Вот это не годится. Это в Библии написано, заговорил богатый, произнесли до облаков, заговорил бедный, его еще откроют, да кто такой ты? Кто такой? У меня нет образования, бедный оставляется, у меня никакого образования нет. Мой 50 лет, я просидел за священным писанием с этими отцами. У меня вообще нет образования, я строитель. Но я 50 лет ежедневно, день и ночь занимаюсь, слава Богу. Слава Богу. Вот так. А мне в семинаре один батюшка говорил, у нас как, ну если патриарх скажет на собрании, епископы скажут, так точно, и нам благочинным раз, и все. Меня спрашивают, а для чего они учатся в семинаре? Я знаю ответ. Для того, чтобы уметь защищать, оправдывать любое беззаконие. Больше ни для чего. Ну не сказать, может я не все время учился. Любое, притом любое. И тебе безбородово оправдают. Что угодно. Что угодно при том. А твое знание должно служить только для того, чтобы люди быстрее находили Христа. Вот у нас знакомый общий есть, его брат, отец Иоанн. И он с моим братом, большие друзья, не раздущие, 300 тысячи дружат. И вот они стоят на площади, в письменности, там Кирилл и Мефодий, и патриарх Алексей говорит слово. А он друг друга столкает и говорит, двадцатая минута уже говорит, говорит, а слово Христос мне разу не произнес. Так не зря же Игнатий так говорит. Слова Христос нету. Ну знаете, Севолод Щапин. И вот о нем пишут. Корреспондентка говорит, не я, корреспондентку не знаю. Она говорит, слово Бог произнес трижды, там 20 минут. Христос ни разу. Он чужд для них, они его не знают. Ты открой послание к Колоссянам. В одном предложении восемь раз слово Христос. Предложение. Ищите вору, где Христос сидит на десную Бога. Вы воскресли со Христосом. Для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Аминь. В латышском языке говорит, науэ не сау блюс. Смерть несет плоды, а не то, что все отнимает наоборот. Нам нужно учиться правильно болеть и правильно умирать. За Господа Иисуса Христа умирать. Вот как Иосиф Васихажин говорил, умри, завтра будешь со Христом. Мы тебя отпоем. Готовься к встрече со Христом. Кирилл говорит, я посылаю монаха и романаха на север, а на дырь куда? Он говорит, там кислорода не хватает. Он говорит, какой тебе кислород, ты монах. Понимаешь, а сектанты не так. Вот у нас Сало Роман, католический, ксенс. Вот мы пойдем, престарелый дом где-то, он везде один. У нас священников, в Барнауле допустим, 25, он один делает больше. Ну вот пришло указание, его отправляют в Канаду. И он уже знает язык, учат дальше, его направляют. У него образование, вам никогда не достичь это. Какое высокое образование. Я с ним познакомился, когда ближе до. Да вот они, католики не такие, ты добрый возьми везде. Ты вот посмотри, сколько доброго у баптистов. Нам хвалились это нещем, но у них нет самого главного, они не церковь. Они мне просить имя, они не понимают. Церковь два-три человека, а может церковь епископами, дьяконами, учителями, дары селеными. Где двое или трое собрались, там Христос, я говорю, так не написано. Да как не написано? Я говорю, собраны. А собрались, а ты собрались и на троих соображают на вокзале. Собраны, то есть Духом Святым. Мы как, во имя Иисуса Христа. Вы два условия описали. Пишут, кровь Иисуса Христа ощущает нас от всякого греха. Когда мы общаемся. Да. А впереди два условия, чтобы это было. Первое, если ходим во свете, как он во свете. Второе, имеем общение друг с другом, тогда кровь Иисуса Христа ощущают. А вы не имеете общения ни со Златоустом, ни с церковью. Мы им говорим, где? Ну, одних поставил по простым пророкам, в третьих учителях. Для кого? Они называют апостолов, правильно, пророков, опять апостолов, учителя опять апостолов. Я говорю, а где же учителя? Или своих, там, вы не хина называют, как там, западных. Мы должны увидеть хорошее и им показать, и показать, что это хорошее тебя привело ко Христу, но в церковь не приводит. Вот это сложно с ними. Они же говорят, ну мы-то как Христу, мы же Иисуса Христа, они только не крестят, мы же за Него хотим. Одна степень должна быть. Они хотят увидеть, чем мы дышим. Это Алекс Синяев, как курочка у кого сел, одного там сектанта. Тот опоздал маленько, попозже-то. Ну и на втором этаже лег. А я, говорит, думаю, я и так такой, вот видишь какой, необъемный ты, говорится. А я ему говорю, у меня там курочка зажаренная, ты иди поешь сектанту-то. И он спустился, поел. А в утро стал православным. И говорит, меня обратили не твои слова, а то, что курочку ты мне отдал. И вот так это тронуло, и он пресс-фитер маптистский какой-то. Дело не в курочке, дело в самом отношении. Если бы толкование вот такое, найти как-то вот... Еще, батюшка, если я вам подарю трехтомник, примешь? Приму. Так, ребята, зайдите сразу, зайдите там, которые распечатаны или маленькие. Трехтомник найдите. Это распечатаны любой. Первый, второй, третий том. Подарил я там патриарху Кириллу, трехтомник, Путину, Медведеву, и сто двадцать пять священников. Общались с подобным условием. Мы в прошлом году проехали, подарили только моей книге на три миллиона сто двадцать пятьдесят тысяч. Я же сам набор делал, сам версткой занимался. За девять лет больше тридцати тысяч часов провел закоплитель. Это все позади. Вот у нас сейчас мне замысел такой, если благословить. Да, устремляюсь в преднее, заднее забываю. Мы думаем, если ваше сердце расположено, то десятое число мы должны пересечь границу в Румынии. Пройти Шенгенскую зону всю, все государства, до Португалии. Пройти, если Господь позволит, в Англии, пройти Скандинавию, переплыть Прибалтику, опуститься сюда, в шахту. Завтра у нас молебен Владимирской иконе, аграрный район, люди не хотят литургии, певчие говорят, нам сил нет петь. В четверг молебен помолимся, Господи помоги Игнать и брать Его. И потом мы думаем, пройти Южную республику, Азербайджану, Армению, Грузию, пройти через Абхазию, Чечню. Это все в наши планы входит. И примерно 110 городов и сел. Вот это, вот их. Это мы дарим и библиотеки, и везде, и как новые люди приходят в интернете, все сектанты. Там один дьякон был православный, я говорю, уже ушел. Но попал в ваш тур, у тебя мгновенно вернулся и говорит, что со мной, говорит, сделалось? Игнать Тихонович, вопрос задает, откуда у нас книги? Откуда у нас книги? У вас же мало людей. Да, батюшка задает вопросы. Расскажите, как Господь чудо делает. Мы едем. У нас машина, специально приобретенная машина. Ага, вот, слава Богу. Вот эта машина, мы на ней едем. Господи, это освящение. У нас еще был этот, который сейчас, епископа Максима, в другое место. И он выезжал, и за неделю он у нас был. Мы деревню православную строим. Я начальник детского лагеря, 40 лет, образователь. И с детьми, вот вы говорите, ну, я сейчас смотрел, как ребенок своровал, допустим, салудойного коня, и среди ночи я его разбудил, теперь коня мы унесли в сарай, а утром мы купили новую и отправили, где своровал, и вырос настоящий человек. Я с каждым должен работать с ребенком. 40 лет, и никто из нас ни рублян государства не получил. Тысячи детей подняты. Я 17 лет только, ну, я знаю, заключенных, сотрудничали с тюрьмой. Только в одном университете 17 лет преподают. Это все бесплатно. Все. Новые люди, студенты, кто приходит там, сотрудники КГБ, мы должны отдать все. И увидим тогда, когда люди соприкоснутся с настоящим православием. Это широта, это целовудие. А не так, чтобы подловить, нажать, как сельянство, пойти нажал. Вот мы приезжаем, где проповедуем, мы идем из дома в дом, даем Евангелие. Везде у нас хорошо, там, где нет черты. Если есть попа, наверное, объявляют войну. Вызывают милицию. Милицию. У нас все это заснято, и мы это дали епископу, патриарху. И что он делает? А это свидетели Иеговы. А знаете, как к ним плохо власть относится. А тут корреспонденты, они сразу в краевой отдел иституты, говорят, нет, это православная община, хрестово-звиженская. И поп сел, выходит газета и пишет, кто же ставил священников секретарями по идеологии, КПСС. Кого пускать? Мы договорились с клубом, там собираем людей. А он не пускает, а почему? Он прихожанин. Ну он теперь это пропал и лжет. В одном месте священник поднялся, мы говорим, он запрещен из-за этого дела. Но тут он ожил. И все вызывают милицию. Вот мы проходим Карабейников, вы слышали? Карабейниковская икона, это крестный ход на Алтае всегда к ней и идут. Карабейниковская. На тысячу человек шесть человек украли. Мы Библию не мобиливали. А мы обошли все село и 450 новых за это только раздали. Священников пришли, батюшка, он себе, которые люди нам собрались с ними заниматься. Уходите отсюда, вы подписаны. И все мы это засняли. А перед этим только отец таким-то был, вместе молились, они греха не боятся совершенно. И вот приходит к нам священник, он сидит, сидит за апрельное дело, там своровал, у патриархии это его посадили, а я теперь работаю с заключенными, я ему несу туда, даю, он освободился. Теперь, братец Владимир, вы говорили, мы не признаем Божьей Матери. Говорили? Да, говорил. А теперь вы видите, ясное дело, вы говорите, у нас икон не было. А вы знали, что икон у нас есть? Конечно. А зачем говорил, чтобы по вам не ходили? То есть они бессовестны и совершенно попой. Бывают. О, абсолютно, понимаешь, он знает, что у нас иконы, Божья Матерь, да другие, которые пришли, да как-то они ради вас повесили иконы. То есть вообще. Спасибо, Господи, вот чем бы нам одариться. Я с Алексеем туда подарок оба передам. Это вот полный, вновь молитвенную вам память, то, что Патриарха послана им. Спасибо, Это с откровением, полное толкование по Святым Отцам, с откровением. Это впервые за 2000 лет вышло это. Слава Богу. Полность, блаженавля Пилакта и 297 моих комментариев. Вот с комментариями. Они другими шлифтами, из других святых отцов. где он говорит о необходимости любить Библию и проповедию. Именно эти места я расширяюсь за счет других святых отцов. Там что Ян Кронштадтский сказал, что Серафим Старовский, Говоров, этот Феофан Затворник. Ну и сегодняшнее положение. Мне был, Господь давал опыт, ездить по общинам, в репцентрам, которые без своего священства, ну в кавычках, священства харизматического, знаете, сейчас репцентры. А есть преображение, потом преображение России, сейчас их фессоры накрыли, они там, кто берет надежды, кто как. А я к ним ездил и по Библии как мог. И некоторые начинали ходить в собор к нам, присоединялись, причащались, некоторые натянута. И вот помню, что толкование, конечно, тяжело мы с ними читали. Единственное, помню, что когда начинали мы с ними сильно слабожить, меня прямо оно радовало. Ну да мой предумасточка говорит, ты, короче, как сектант эту Библию день и ночь читаешь уже. Посмотрите, батюшка, что здесь? Я эти места, которые, феофилактовые слова, которые говорят о пропаде, я их увеличиваю, я сам верстаю, делаю жирным. А вот, допустим, видите, это вот, от двумя чертых, подчеркнутая, и все. Вот это вот, это комментарий. То есть, на сегодняшний день я усилию, ну, феофилакт говорит, надо проповедовать, надо идти, надо нести. И все эти места я выделил во всем толковании. Не добавляя ни одного слова. И когда батюшкам показываешь, да у него этого нет, открывай правду из патриархии недавно выпустила. Да как мы этого не видим? Вот, читайте же, какие места выделены. Евангелие проповедовать. Тот, кому вручено учительство, должен и проповедовать. Все? Батюшка, обязан проповедовать. Теперь, что дальше? Евангелие проповедовать. Тот, кому вручено, должен проповедовать, совершать чудеса. В таком случае, проповедь подружает чудесами чудеса проповед. Я просто убедищал эти слова, сделал жирным, чтобы, но обрати внимание, Бог пославит. А теперь я делаю маленький комментарий. Удобно? Она сразу заговорила, чтобы мы не проповедовали. 19 правило 6-го селена сказала. Мы иногда вешали это в алтаре. У нас батюшки возмущались в соборе. Уберите, 19 правило, что нужно править. Уберите, уберите. Что это брать? Просвитеры, представители церкви должны по вся дни и наипачи же в одни воскресные получать весь клир и народ словесам благочестия, избирая из божественного писания разумение и рассуждение истины. Но это собор. Вселенский собор я привожу. Какая моя вина-то? Правило церкви есть, епископское правило и 6-го Вселенского собора, что надо проповедовать. Нам на гамилетике учили. Молодец, батюшка, вот это он нас выучил. Может, у него там свои учеты он оправдывает беззаконие, но вот это он нас выучил. Я вам небольшую статистику скажу. Спасибо, Господи. Послушайте. В 7 Вселенских 9 поместных соборов действующее правило 719. Из них 413 ежедневно нарушаются. И с бородой, да? 57 процентов. Умышленно, целенаправленно. С бородой тоже правило? А? Что не постригать бороду? Тоже, все правила. Я все до одного. Все соборы, я три года над ними работал, над соборами. И теперь, когда это выставил, они так ахнули. Они даже сказать, они безбожники или неправославные. Как православные, когда в святую соборную церковь ты не веришь. Да это когда-то соборы были. Написано трубы Духа Святого. 617 соборов второе правило. Да как же тебя учили, что ты не веришь соборам православным? А на чем тогда снова? 617 соборов. 630 епископов. А кто ты такой? Аминь. 630 епископов единодушно говорили, что необходимо проповедовать? Ну, и кто из нас тогда прав будет? Я не ищу свои правоты. Я просто цитирую каноны жития святых. Допустим, я студентам отвечаю в течение месяца я буду отвечать на вопросы жития не святых. И на каждый вопрос я делаю выдержки жития святых. Я симфонию составил. Дмитрия Ростовского? Да. Дмитрия Ростовского. Я их насчитал, они насчитаны. И составил на них симфонию. Вы не видели такую симфонию? Не могу точно сказать. Я сейчас вам принесу. Подождите. Дмитрий, это сходи. А у нас выявляю его. Я не найду. Да нет. Нет, ну тут есть на сайте у вас. Нет. А на сайте есть я книгу вам дам. Просто вот спасибо за просмотр.